Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Тэмпл и руководитель Лондон Сити Чёрч Кольн Дай. Меч Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления и познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Наша тема – это служение в Духе, что на самом деле означает, что мы можем служить, как служил Иисус. Иисус является нашим замечательным образцом для подражания. Он пример, служитель, великий слуга. И Он призывает нас следовать и подражать Ему, чтобы мы тоже стали служителями Богу и служителям окружающим людям. Поэтому мы задаем такой вопрос, а как же служил Иисус? Если Он наш пример, модель для подражания, как же служил Он? Иисус служил в полной зависимости от Духа Святого. И, конечно, как Сын Божий, как Бог, который явился во плоти, Он, конечно, мог бы делать все эти вещи в Своих правах и в Своей божественной власти. Но Он специально полагался на Духа Святого, чтобы показать нам, чтобы и мы тоже полагались на Духа Святого. Также, когда Иисус служил, Он служил с мудростью, с пониманием, с развлечением. Он всегда знал и понимал, различал, какова была воля Божья в любой ситуации. Он сказал так, что Сын не может ничего творить сам от Себя, но делает только то, что Отец показывает Ему и что открывает Ему. Это Иоанна 5, 19. Вот модель и пример для нашего служения в Духе. Также, но Иисус, Он не просто оставил нас на этом, Он не просто полагался на Духа Святого. Он не просто различал и понимал, какова была Божья цель и план в каждой ситуации. Он также демонстрировал и проявлял эту силу и присутствие Божьей. Поэтому на данном этапе нашего учения мы с вами поговорим о демонстрации, о проявлении Духа через наше служение. И также мы с вами сейчас подходим к третьему этапу, к третьему шагу. Помните? Первое, что? Давайте повторим. Руки вверх. Давайте. Что это значит? Руки вверх. Это значит зависимость. Руки назад. Развлечение. А сейчас мы подходим к тому, что большинство людей и считают служением. Это руки вперед. Да, да. Вот теперь мы готовы. Давай. Готовы. Но вы знаете, как минимум вот эти два первых шага нужно сделать, потому что если ты помазан, если ты не помазан, то руки твои будут пустыми. Нет ничего хуже, чем пустые руки, которые возлагаются на пустые головы. Итак, помазание. Зависимость. Когда мы полагаемся на помазание, развлечение, понимание, что происходит, не спеши туда, где сами ангелы не спешат или боятся вступить. Узнаешь, что происходит в Духе, что происходит в жизни человека на собрании. Может быть, кто-то стоит в одной части здания и кричит. Кто-то может стоять где-то там и закричать. Два человека, например, кричат громко. Что происходит? Тебе нужен Дух Святой, чтобы он тебе показал. Один человек, может быть, кричит из-за какой-то эмоциональной агонии, переполняется чувствами, а другой, может, кричит, потому что у него бес проявляется. Поэтому, если ты будешь изгонять беса из слишком эмоциональной женщины или мужчины, то к концу того, как ты завершишь изгонять, они будут еще более эмоционально яркими. И в конце концов, потом, когда ты подойдешь к тому, у кого бес, ты просто сможешь сказать, вот-вот, Иисус любит тебя. Что делать? Нужно знать, что вот бес, он здесь. Если это бес, нужно сказать, демон, бес, выходи во имя Иисуса. А если это рана, если это боль, если это какая-то поврежденная эмоция, которая проявляется, этому человеку тогда нужно послужить по-другому. Поэтому, когда ты знаешь и понимаешь, что происходит, и как Бог хочет, чтобы ты служил, только тогда тебе нужно сделать следующий шаг на этот третий этап, когда руки вперед, и ключевое слово здесь – демонстрация или проявление, да, верно? Проявление или демонстрация, проявление Духа Святого. Вот это и есть фактическое время участия и проявления служения. И в это время мы уже будем служить, тогда верим, будем верить Богу, что мы прикасаемся, мы меняем жизни людей, и в это время нам нужно иметь полное, глубокое понимание или осознание о дарах Духа Святого. Когда мы несем служение, у нас есть тема знакомства с Духом Святым, когда мы уделяем достаточно времени, уча о дарах Духа Святого. И я думаю, что это не может быть вот такое длительное служение в Духе Святом, постоянно, если нет даров Духа Святого. Потому что дары Духа Святого – это твой набор инструментов. Набор инструментов – это не игрушки для развлечения, и не призы или трофеи, чтобы отметить какой-то там духовный сан. Нет, это инструменты, чтобы задача была выполнена, и тебе нужно знать хорошо свой набор инструментов. Тебе нужно понимать дары Духа Святого, потому что так служил Иисус. Есть места Писания, они перечислены для вас, чтобы показать, как Иисус служил, например, в даре веры. Когда Он воскресил Лазаря, требовалась вера и дар чудотворения. Когда Он накормил 5000 человек, как Он служил даром исцеления, это все те исцеления, которые творил Иисус, а также Он служил словом мудрости, Матфея 22, 21. 21 стих, Матфея 22, 21. Иисус посмотрел, когда люди принесли Ему монету, Он сказал, отдавайте кесарево кесаря, Божию Богу. Это было слово мудрости. А в различении духов Иисус также служил. Он различал, когда люди взывали и говорили, «Ты Сын Божий», Он говорил, «Не говори, бесы, замолчи». Он приказывал бесу, бесы признавали его, но Он не принимал от них это свидетельство. И Он говорил, «Мне не нужны вы, чтобы свидетельствовать обо мне». Молчите, Он служил в даре пророчества, Он служил в даре Слова Знания, Он служил во всех дарах Духа Святого, которые перечислены в Послании Каринфянам, кроме двух языков и истолкования. По крайней мере, не записано, чтобы Он служил в этих двух дарах, но во всех других дарах Он служил таким вот образом. Поэтому, когда мы служим, нам нужна вот эта способность и сила Духа Святого, какими бы ни были эти дары, которые Дух Святой дает нам, что в принципе означает, это вот такой образ мышления о дарах Духа Святого. То есть, какие мысли, какие слова Дух Святой дает вам, такие вы и говорите. Какие дела Дух Святой дает вам, их и делайте. Это и есть проявление Духа Святого. И нам очень нужны эти дары. Я хочу очень кратко сейчас коснуться их, просто чтобы немножко освежить и помочь вам. Перед тем, как мы перечислим их, я хочу, чтобы вы знали три вещи о Духе Святом. Во-первых, это инструменты для твоей работы. Я хочу, чтобы вы знали. Во-первых, вы должны знать свой набор инструментов. Вы должны знать, что есть у вас в этом наборе инструментов. Поэтому, если у тебя есть с собой ящичек с инструментами, чтобы выполнить работу, ты знаешь, например, у тебя есть молоток, для чего он, да, чтобы бить себе по пальцу. Разве не так, когда ты бьешь по гвоздю? Нет, молоток, конечно, не для того, чтобы по ногтям бить. У тебя есть, например, отвертка, и тебе она нужна, чтобы что-то закрутить. И так далее. Поэтому нужно практично знать, что в твоем наборе инструментов, и как пользоваться. И Дух Святой точно так же. Во-вторых, тебе нужно выбрать правильный инструмент для данной задачи. Когда я открываю свой набор инструментов дома, на самом деле я не очень, скажем так, практичный. Вот в таких домашних делах я должен исповедоваться перед вами. Поэтому я, ну, любой беру инструмент, чтобы хоть как-то вот что-то сделать. Удивительно, как, например, если я использую молоток, вместо того, чтобы открыть свой набор инструментов, мне легче взять, например, тяжелый ботинок и забить гвоздь, например. Аманда всегда говорит мне, иди, возьми правильный инструмент. И Дух Святой тоже говорит тебе, иди, возьми правильный инструмент, выбери правильный инструмент для данной задачи. Это ясно должно быть для тебя, развивая свое служение в Духе Святом. И третье, тебе нужно развивать свои навыки в использовании этих даров. Ты не думаешь, что эти дары настолько к тебе сформированы, попадают, что уже с первого дня, когда ты служишь, ты эксперт в этих дарах, ты мастер. Нет, тебе нужно научиться, как служить в Дарах Духа Святого. Сами по себе дары, они хорошие дары, они совершенные, то есть инструменты, с ними все в порядке. То есть вопрос, ты не в инструментах, а в человеке, которыми пользуются. Понятно? Итак, знаете свой набор инструментов, знаете, какой инструмент, то есть какой дар будет правильным для данной задачи. И также знаете, как их использовать и развивайте навыки в пользовании. Давайте быстро пройдемся через весь список. Я не могу сейчас детально учить о них, но по крайней мере коснуться полезно. Так, слово мудрости, это способность Духа Святого применить откровения или дать понимание, как решить ситуацию или как-то помочь в этой ситуации. Это присутствие ума Духа Святого, его мысли, то есть знать, что делать в конкретной ситуации. Слово знания, это откровение Духа Святого о фактах, которые связаны с какой-то, может быть, личной ситуацией. Сверхъестественное знание фактов, которые открываются тебе, это какой-то фрагмент или частичка Божьего знания. Дары исцеления, это понимание Духа Святого, как эффективно послужить исцелением человеку в конкретной ситуации. Дар веры, это сверхъестественная способность иметь вот эту уверенность в том, что Бог сделает что-то, что выглядит невозможным. Дар чудотворения, это чудотворная сила Духа Святого, которая начинает действовать в данной ситуации, когда приносит и приносит Божье Царство в этой ситуации чудом. Пророчество, это послание Духа Святого для человека или группы людей, развлечение духов, это понимание Духа Святого, которое помогает тебе определить движущий или мотивирующий человека Дух, что-то, что делается или говорится, что это происходит от Духа Святого, от человеческого Духа или демонического Духа. Вот дар развлечения Духов. Дар языков – это способность от Духа Святого, который дается тебе молиться на языке, который ты никогда не изучал. Столкование языков – это способность понять через откровение, что, в чем смысл этой молитвы или того, что было произнесено на языках. И поэтому это очень важно, понимать вот эти вещи и также знать, в чем же разница между ими разными. Итак, вот сейчас мы с вами говорим о том, что мы будем служить в Духе Святом, с дарами Духа Святого, и также есть целый ряд различных способов, как мы на самом деле на практике это делаем. И тоже я хотел бы, чтобы вы тоже это уяснили для себя. Когда ты находишься в ситуации, где ты готов послужить, и Дух Святой двигается, и ты начинаешь служить, то не делай сразу то, что ты всегда делал раньше. Привычное. Поработай с Духом Святым, посоветуйся, сделай то, что Он скажет тебе, Дед, может быть, Он будет побуждать тебя помолиться. Молитва, может быть, длинной молитвой, а молитва, может быть, короткая молитва, может быть, Он побудет тебя и скажет, давай вот пойдем сядем, я хочу поговорить с тобой об этой ситуации. А может быть, это простая молитва, прошение, Господь, помоги этому человеку в этой ситуации, или может быть, это призыв к более глубокому времени ходатайся, а может быть, ты призван сделать пророческое провозглашение в этот момент, провозгласить исцеление во имя Иисуса, как Петр сделал это для Энея. Эней, Иисус Христос исцеляет тебя, Дианя 9,34. Это пророческое провозглашение, а может быть, это пророческое слово, пророческое повеление, когда ты командуешь и говоришь, будь исцелен во имя Иисуса. Но тебе не надо просто вот пойти и молиться вот таким образом всегда одинаково, потому что, если ты движешься в Духе Святом, то будет особенная молитва, и то, как ты можешь послужить, способ, как ты послужишь, правильный для этой конкретной ситуации. Я не знаю, видели ли вы таких людей, которые повсюду ходят и всегда говорят, будь исцелен во имя Иисуса, будь исцелен во имя Иисуса, и когда ты упал на землю, все, значит, ты готов, и они переходят к следующему человеку. Иногда на публичных таких собраниях, когда люди служат со сцены, в принципе, хватает времени, бывает только на это. Но для нас, на наших служениях, вот почему у нас есть другие люди, обученные в служении в Духе Святом, которые подходят к нашим людям и начинают вести это служение дальше и глубже, и, может быть, никогда это не будет так звучать, вот на данном этапе, будь исцелен во имя Иисуса. А может быть, ты уже исцелился, я вижу, что это происходит. Сейчас, больше, чем раньше, люди выходят вперед в ответ на слово знание. Я говорю им, хорошо, какая у вас проблема? Одна женщина недавно мне сказала, моя проблема такая, что я не могу вот руку вот так вот поднять высоко. Я спросил, ты не можешь? Да нет, я не могу руку поднять вот так. Но ты же сейчас только что ее подняла и показала. Она говорит, да, правда, действительно, да, действительно. А почему? Что случилось? Я сказала, ты исцелена? Я исцелена, она воскликнула. Совсем недавно, это было в Португалии, это женщина, она сказала, я вот этим ухом ничего не слышу. И я спросил, ты не слышишь? Она сказала, нет, я не слышу этого. Я вот так вставил палец, и ты не слышишь меня? Нет, я не слышу тебя. Ты не слышишь меня? Но ты же отвечаешь, значит, ты меня слышишь, Бог исцелил ее. Еще до того, как мы помолились. Вы понимаете, просто нужно научиться, как течь в этом потоке с Духом Святым. Там другая женщина, которая вышла вперед, когда я дал слово, точнее, я еще не дал слово. Как только они увидели, как Дух Святой движется, люди сказали, мы все этого хотим, а ты для чего вышла вперед? Я вышла, вот у меня такая проблема, но я сказал, я тебя еще не вызывал, ну ничего страшного, она сказала. Ну хорошо, к тому времени, как ты дойдешь вот сюда, ты будешь исцелена, она прошла, и где-то вот к середине прохода дошла, и она была исцелена к тому времени, как она вот дошла до нас. Я видел, как Бог ее исцеляет. Все это звучит как-то, знаете, как будто бы недостижимо или сложно, но истина в том, что когда ты начинаешь различать и понимать, что делает Дух Святой, и потом начинаешь двигаться с Духом Святым, то так оно и есть. И не думай, что он будет служить абсолютно одинаково, каждый раз, два раза подряд. Может быть, какое-то действие тебе понадобится сделать, как, например, Иисус сказал, «Иди, умойся в купальне Силуам». Или как пророк сказал Нейману, прокаженному «иди» и «омойся в Иордане». Может быть, наверное, здесь есть такой важный момент, нужно подчеркнуть, когда мы служим, возлагая руки, это тоже бывает. Во всех этих вещах нам нужно услышать от Бога и потом двигаться, и потом служить, так как Дух Святой ведет нас служить. Хорошо. Вот сейчас, когда Дух Святой ведет и направляет нас, запомните следующее. Он будет направлять нас своим собственным креативным способом, своим путем. Он может побуждать нас сделать что-то необычное, как, например, когда Иисус помазал слюной глаза слепому человеку. Давайте я дам вам небольшую подсказку. Я очень сильный намек вам дам. Вы еще меня за это поблагодарите. Просто обязательно будьте уверены, что тут Дух Святой ведет вас, это идет. Вы знаете, не дают премии за странности. Если это Дух Святой, то оно получится и сработает. И я не думаю, что люди будут против, если ты что-то необычное сделал, если оно сработало. Но тебе обязательно нужно быть уверенным, что это был Дух Святой. А иначе у тебя возникнут большие проблемы. Прямо вот реально, большие проблемы. Я помню, однажды, я был на собрании, там был очень сильный евангелист, очень известный, такой международного уровня евангелист. И я говорил как раз о служении исцеления. У меня был прямой эфир по телевидению на тему исцеления. Я говорил о том, как мы делаем это так спокойно, в Божьем порядке и так далее, и так далее. И потом я вышел на сцену, где человек этот служил, и это было просто что-то невероятное. Он вырвал у людей вот эти палочки, костыли, ломал их, и делал все это. И я подумал, вау, если это не Духа Святого, тогда у нас у всех будут большие проблемы. Но слава Богу, это было Духа Святого. Это действительно было Духа Святого. Например, он забрал вот эту палочку, на которую опирался человек и сказал, тебе больше не понадобится эта палочка. И он взял вот так вот, сломал, даже не мог сломать, вначале он дал какому-то человеку рядом, что палка была толстая. И тот человек исцелился, которому раньше нужна она была. Но бывает, что злоупотребляют люди этим. Тебе обязательно нужно удостовериться, что это был Дух Святой, который сказал это сделать. Дух Святой. Он не, в принципе, не дает тебе, знаешь, вот такую безопасную обстановку, чтобы потом ты это сделал. Понимай это. Для меня это вот настоящий такой вопрос в том, чтобы мы постоянно продолжали наполняться Духом Святым, чтобы мы слышали голос Духа Святого, чтобы мы испытывали разные вещи на всех возможных уровнях, чтобы обязательно понять и удостовериться, что это было Духом Святым, и затем иметь достаточно посвященности и смелости, чтобы сделать это и быть послушным Духу Святому каждый раз, быть послушным Святому Духу каждый раз. и когда вы учитесь вот так это делать, то есть вы можете научиться это делать, вы понимаете, да, каким языком я вам говорю, то есть мои фразы, это что-то, что вам нужно научиться, ты ученик, значит, ты тот, кто учишься, и ученики должны были учиться, ведь они как учились, они наблюдали за Иисусом, когда Иисус выслал их, он наблюдал потом за ними, он сказал, вот теперь вы сами идите и делайте это. Это и есть процесс ученичества и тебе нужно обязательно быть готовым, чтобы, ну, совершать ошибки, потому что ты не сделаешь это правильно каждый раз вот с первого дня. Тебе не получится сразу все правильно, ты будешь совершать ошибки. Я совершал ошибки, вообще много ошибок я сделал, и я продолжаю совершать ошибки. Для меня, когда я думаю об ошибках, я думаю об одном из самых первых слов в здание, которое когда-либо я дал на таком публичном богослужении, я увидел вдруг глазами моего ума, я видел ухо, в котором была конкретная болезнь, и я сказал, а, здесь есть ухо, слушайте, здесь есть ухо, подними свою руку, если это твое ухо. Где это ухо? Они подумали, что у меня просто что-то случилось со мной, крышу снесло, потому что я видел это ухо, и так я и сказал, покажите мне, где это ухо, у кого это ухо. Но с тех пор, конечно же, я научился, что надо чуть поподробнее людей спрашивать, Дух Святой показывает мне, например, что здесь есть человек, у которого проблема с ухом, и вот такая проблема с ухом. Тебе нужно описать это, чтобы люди откликнулись. И мне не нравится это, когда люди заставляют тебя вот так вот много-много потрудиться, а потом не откликаются, а после собрания они подходят, говорят, это был я, о, это был ты, полчаса назад я просил тебя, чтобы ты сказал об этом, но Дух Святой не посвятил себя, не пообещал тебе, что ты всегда будешь выглядеть достойно или хорошо в глазах людей, но Он пообещал тебе, что Он будет вместе с тобой служить людям, поэтому во время вот этого служения иди, и когда служишь, молись, ты можешь говорить слово, может быть, это слово пророчества, может быть, это слово из Писания, а может быть, это возложение рук. И мы посмотрим, когда мы начнем обсуждать, как мы можем служить определенными способами в исцелении, в освобождении, как это работает на практике. Но на этом занятии я хотел бы, прежде всего, дать вам общий обзор и систематичный изложить такую модель служения. Итак, помните, номер один, руки вверх, ключевое слово, зависимость, руки вверх, ключевое слово, зависимость, руки назад, ключевое слово, развлечение, руки вперед, номер три, это что, демонстрация или проявление, номер четыре, держись, или бери это, ученичество, то есть ты берешь, хватаешь, ученичество. Ну, я не знаю, обратили ли вы внимание на то, как часто после того, как Иисус служил, Он сделал еще что-то. Во время вот этого отрывка, например, Луки 17 глава, с 15 по 19 стих. «Один же из них видит, что Истилен возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, а где же девять? Как они не возвратились? Воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника, и сказал Ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя». Действительно, здесь есть определенный намек для нас. Я, может быть, не смогу его доказать, и, может быть, я и ошибаюсь, но все-таки я предполагаю, что вот здесь этот человек, он получил что-то, чего не получили другие. Возможно, что другие вот из них, может быть, даже они потеряли свое исцеление, потому что Иисус сказал этому человеку, Он сказал, иди, «Вера твоя спасла тебя от других». Они пошли и по пути очистились, но я не могу этого доказать, и не нужно сильно сейчас эту мысль фиксировать, но все-таки я хочу выразить такую мысль, что Иисус провел определенное время с этим человеком уже после того, как Он Ему послужил. Поэтому ты не просто молишься, вот особенно сегодня, когда слишком сильно ставят акцент на то, что человек должен упасть. Я как бы не против этого. Оно, когда происходит, то происходит, если оно правильно, то правильно. Но это же не цель нашего служения, я молюсь за тебя, будь исцелен, главное, чтобы ты упал на землю, и я перехожу к следующему. Я хочу знать, на самом деле, а что произошло с этим человеком, да, разве не так? А ты разве не так? Ты не хочешь разве знать, что с ним произошло? Поэтому ты должен после времени, вот проведенного в служении людям, подойти и спросить, что с тобой случилось, что происходит, что в твоей жизни. Это и есть ученичество, это значит пойти дальше. Не просто помолиться, послужить людям, но нужно проследить и посмотреть, ведь ты же хочешь, чтобы они возрастали в своей христианской жизни, в духовной жизни. Вот для этого человека это было очень важно. В Иоанна 5 главе, в 14 стихе, после того, Иисус встретил его в храме и сказал, ну вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою, чего хуже. Да, вот это служение после уже самого служения, то есть консультация, последующее. Это было очень важное время. Иисус, ведь он учеников воспитывал, не только исцелял людей. В этом большая разница. Многие люди, может быть даже и все, ну может быть не все, но большинство, могу сказать, что после того, как они послужили людям, им нужно что-то другое. То есть давайте предположим, что человек, от которого он исцелился, причина этого, было что-то в жизни, с чем им вообще-то нужно было разобраться, потому что на следующей неделе, если они не разберутся, придут такой же проблемы, если ты не доберешься до корней этой проблемы. И часто это происходит благодаря вот этой консультации, души по печенью. Вот почему. На одной из сессий мы поговорим, то есть целое занятие посвятим вопросу консультирования людей. Это часть ученичества, последующее служение после молитвы, то есть чтобы люди получили служение в долгосрочном понимании, а не только в краткосрочном. То есть важно добраться до корней проблемы, а не просто плоды убирать все время. Вы знаете, когда мы служим людям вот таким образом, мы знаем, что Дух Святой ведет нас, побуждает нас любить людей и делать все возможное, чтобы они не менялись в образ Иисуса Христа, формировались. Это сбалансированное служение. То есть не то, что просто вот так вот, ну, 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 хорошо, я здесь проявил и использовал несколько духовных даров, я так впечатлил вас, говоря вам слово знания, а теперь больше меня не беспокойте. Мы должны дальше держаться, держать этого человека. И нам нужно до конца дела, начатое, довести, консультировать, помогать, укреплять, поддерживать. Вот в нашей ситуации здесь, ну, не всегда те, кто служит вот так вот публично и молится за людей, не всегда эти же люди дальше продолжают работать с людьми, но нужно обязательно обеспечить, чтобы с людьми работали дальше. Это точно так же, когда ты приводишь кого-то ко Христу, что ты делаешь? Ты говоришь, ну, ладно, я тебя привел к вере во Христа, теперь ты уж сам как-нибудь там разберись, конечно, не так. Ты хочешь, чтобы этот человек стал учеником, чтобы он был обучен, кто-то помогал ему, благословлял, чтобы он укрепился, поэтому нам нужно увидеть это как коллективное наше служение, тело Христа. Вы помните, когда мы говорим о служении, мы представляем Иисуса, мы представляем тело Христа, поэтому, если ты служишь во имя Иисуса, ты представляешь тело Христа, ты делаешь это для тела Христа, от имени тела Христа и вместе с телом Христа, поэтому, когда кто-то пришел и кто-то ему послужил тем или иным путем, тебе нужно обязательно обеспечить, что этот человек дальше может продолжать. Он станет учеником, его будут правильно кормить и поддерживать в церкви, которая верит в Библию, поэтому Иисус практиковал этот принцип партнерства, партнерства или сотрудничества в служении. Он высылал их, чтобы служить в парах. Он отправил 70 учеников, чтобы они шли на дело служения. Они служили в командах. И, конечно, это не значит, что мы никогда-никогда не сможем служить, может быть, вот отдельно, в одиночку сами. Но все-таки это означает, мы должны сказать, что когда мы служим, нам нужно служить, имея понимание, что это все тело Христа. Оно с нами и оно в нашем распоряжении. Поэтому вот в этот период времени, после того, как ты послужил человеку, тебе нужно взяться за этого человека, продолжать иметь с ним контакт и обеспечить, чтобы этот человек получал поддержку, чтобы его правильно кормили, укрепляли, помогали, благословляли, консультировали, чтобы он стал по-настоящему частью тела Христа. Вот что такое служение в духе. По сути, потому что когда служил Иисус, он служил, как тот, кто делал людей учениками. И когда он послал нас, чтобы мы служили во имя Иисуса, то это происходит, скажем так, под общим таким, можно сказать, зонтиком или планом делать людей учениками. Научите их или сделайте их учениками. И вот мы видим здесь, это самая основная, фундаментальная модель служения. И в последующих сессиях мы поговорим, как это применимо в различных ситуациях. Например, когда мы исцеляем людей от болезней, мы освобождаем людей от демонов, мы высвобождаем людей демонических проклятий, каких-то наследственных проблем, консультируем душу попечения, даем им служим им в их жизни. И помните, вот это фундаментальная модель служения, и мы будем продолжать ее развивать в последующих занятиях. На этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие по теме служения в духе. И я молюсь, чтобы все эти программы были такими, чтобы Бог показал вам, что это значит служить ради Него, чтобы быть истинным слугой Иисуса Христа, и делать это в силе и в служении именно Духа Святого. Увидимся в следующий раз. Да благословит вас Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!